Куда идем? А почему такие пьяные? А? Почему пьяные-то идем? Здесь пьяные у нас не находятся? Накануне по первому снежку общественники вскроили очередную язву на внешне здоровом теле Екатеринбурга. Народные ревизоры нагрянули с полицейскими и журналистами в так называемый работный дом или трудовой, приютившийся в одной из квартир, неприметной на вид девятиэтажки с номером 40, на улице испанских рабочих. Это, между прочим, недремучая окраина города. Этот дом в квартале от железнодорожного вокзала, в хостеле, больше похожем на ночлегку алкашей, в прокуренной трешке с двухъярусными кроватями, жуткими запахами, перега, рапота и пардонте мочи. Обитает полтора десятка запойных работяг. Я в Тройкурово. Где? Тройкурово. Ресторан Тройкурово. А кем вы там работаете? Грузчиком. Грузчиком? Да. Еще раз скажите, какой ресторан? Тройкурово. А где он находится? Маушоооо. А что вы грузите там? Продукты. А кто вас на работу туда взял? Жильцы злосчастной пятиэтажки четыре года бьются с этой ночлежкой. Оббивают пороги разных инстанций, убеждают чиновников и силовиков, что подобное соседство – натуральный кошмар наебу. Но глаз народный вопиющий пока не услышан. И закошмаренные люди подробно и откровенно, как на духу, делились с общественниками своими горестями. Звонишь их начальству, они тоже никак. С ними пытаешься по-хорошему поговорить, тоже никаких. Вообще никакой реакции. То есть и всяко пытались. Ну всяко вообще, по-всякому. У меня ребенок маленький, 8 лет. Я боюсь просто в связи с такой ситуацией, изнасилования детей в нашей районе. Вот. И я сама иногда боюсь. Я иногда прихожу и ставлю машину около подъезда и боюсь зайти в подъезд. Боюсь, мужу встретить меня, я боюсь. Ну вот, то есть драки постоянно. Дочка просыпается. Я к ним захожу. У нас все тихо. У нас все тихо. Все хорошо. И дети, посмотрите. У нас тишина. Не может быть хозяйке. Звоню. Хозяйка говорит. Да, Катя, что ты? Что ты? Это говорит. Ну как бы не может быть. У них там порядок такой. У них там все. Они на балконе курить не могут. У меня пепел на балконе. Я не могу балкон открыть, потому что пепел. Это фотографировала и показывала. Их начальнику скидывала. То есть, ну вот, никакой реакции. По словам соседей, обитатели так называемого хостела вахтовиков каждый вечер дерутся, курят в подъезде или же на балконе, бросая сверху окурки. На головы беспечных горожан. По ночам трезвонят домофон и будят жильцов. Что пигные бутылки на подоконниках. Идешь с работы, смотришь, толкаешь на балконе. Все курят, чинарики вниз летят. Внизу, прошу прощения, асфальт. В подтверждении своих слов, жильцы предоставили общественникам и полицейским видеозаписи с натуры. Кадры, на которых обитатели ночлежки гадят прямо у двери подъезда. Спят на лестничных ступеньках, бухают в подъезде и огрызаются на замечания соседей. И здесь реально живут высококлассные профессионалы своего дела. Они работают в элитных ресторанах нашего города. Конечно, это все их слов. Но знаете, самое печальное, что они говорят правду. Они пьяные, они забухавшиеся, но они помнят, где они работают. Они помнят название мест, куда их привозят работать. И, к сожалению, это правда. И я уверен, что после сегодняшнего разоблачения больше эти люди работать там не будут. Это точно. Но и самое главное, хочется помочь местным жителям, которые страдают от этого соседства. Это, конечно же, постоянно пьяные рожи, которые сюда заходят, которые постоянно шумят, кричат, создают дискомфорт. Правильно жители говорят, что боятся отпускать детей. Они просто гадят на детской площадке. И, конечно же, по закону, в принципе, нельзя организовывать хостелы на верхних этажах многоквартирных жилых домов. Я уверен, что участковые 11-го отдела полиции разберутся, выселят этих заблудык отсюда. И хозяину квартиры хорошего нагоняя дадут. Но если эта язва существует, значит, она кому-то выгодна, подумал общественник Дмитрий Чуклеев. И, получив от старшего по работному дому номерок телефона администратора, побеседовал с дамой по имени Анастасия, которая отрекомендовалась менеджерам и объяснила, что эти постояльцы вовсе не забулдыги, а вахтовики – сотрудники клининговой компании. Вахта? Это рабочий дом у вас или что? Или рабочая квартира? Слушайте, у вас тут алкаши какие-то спят, пьяные. Тут воняет мочой, кислятиной у вас. Постоянно жалобы жильцов на вашу квартиру. Вы как можете организовывать здесь такое в жилом доме? Вы приезжайте сюда, поживите в соседней квартире или в этой квартире поживите с мужиками? Вы слышите, что они даже не разрешают нам выходить в подъезд, но не жаловываются, что мы только в подъезд походим. Слушайте, у вас сегодня алкашня, вломилась в подъезд. А что вы еще, что это наши сотрудники? Ну, потому что они, а сотрудники это ваши? Да. Вы сюда приезжайте и сами здесь проведите ночь. И с утра я посмотрю на вас. Где ночь? Вот в этой квартире проведите ночь? А где они работают у вас? Какая фирма у вас? А? Клининг. На уборке они у меня работают. А что они убирают? Рестораны. Какие они рестораны убирают? Допустим, паштет. Знаете, паштет. Ресторан паштет они убирают? Да. Пан сметан. Пан сметан убирают? Ресторан Си. Си? На Ленина 69, да. Пан сметан, паштет, Си. Какой еще? На Ленина 69, ресторан Си. Судя по обилию объявлений, расклеенных по городу и зазывающих запойных работяг в трудовые дома, подобных резиновых хостелов в Екатеринбурге, хоть пруд пруди. Что же касается конкретной нехорошей квартирки в этой пятиэтажке на улице испанских рабочих. Полицейские забрали с собой в участок старшего по работному дому. А общественники очень надеются, что этой точкой заинтересуются нужные ведомства. Только представьте, живете в такой пятиэтажке, и на третьем этаже у вас живут алкаши, наркоманы, пьяницы. Просто большое количество мужиков до 15 человек в двухкомнатной квартире. Там стоят двухъярусные кровати. Они там все гадят, они там все курят, они там все воняют потом и так далее. Сегодня мы побывали в самой адской рабочей квартире на улице испанских рабочих. Кстати, вот отдела полиции, тут буквально 100 метров.